всем привет хочу показать сегодня как собирать иван чай вот он зацвел уже нижняя цветает верхние на следующей неделе скорее всего распустятся но в таком когда-то он так зацвел набрал цвет можно собирать чтобы получить вкусный ароматный чай и полезный собирать чтобы не повредить сам само растение чтобы на следующий год она давала опять листья также продолжала расти вот без вреда нужно начинать сверху вниз не надо рубить все растения цветы нужно оставлять берете наклоняете и сверху вниз вот такими движения скользящими по по стеблю по стеблю просто снимаете всю листву и в пакет вот хотел поделиться успехов всего хорошего следующий шаг после сбора иван чая его нужно расстелить на полиэтилен лучше на полиэтилен чем на простынь чтобы просто влагу не забирала нужно подождать пока немножко подвялиться или как поджухнет листва чтобы можно было ее перекрутить ну я перекручиваю некоторые сворачивают в трубочку и так ферментируют потом сушат и следует еще немножко перебрать потому что с небольшого мешка иван чая получается вот столько мусора который совсем не нужен вам в вашем полезном чае чтобы лучше поджухла можно вот сделать такие движения такими движениями подметь сломать стебли так она будет жухнуть быстрее но что будет потом покажу в следующем видео следующий шаг после того как иван чаю немножко подвялился берем мясорубку и на крупной но я на крупной перекручиваем это все появляется запах как от щавеля очень приятный запах следующее что хочу сказать для любителей зеленого чая можно рассыпать листву просто на ткани на скатерти в теплом проветриваем помещении и ждать пока она полностью не высохнет листва потом крошить и заваривать чудесный зеленый чай с прекрасным ароматом и вкусом для тех кому нравится черный с ароматами фруктов делаем следующий перекручиваем накрываем крышкой сверху полотенцем и пару суток оно должно так прить то есть должно пройти по должна пройти ферментация ферментация пройдет как понять прошла ферментация или нет по запаху должен появиться отчетливый запах фруктов тогда все готово можно продолжать дальше когда ферментация прошла и чай готов к дальнейшим действиям сушки нужно выложить на противень поставить печь на 100 градусов обдув и прикрыть оставить я оставляю вот такую щель ну и так уже уже больше часа еще пока не высохла как понять что чай высох сжимаете в кулаке и на руке чай не должен оставаться прикипать не должен потом еще не внизах в районе двух часов приблизительно сохнет может быть чуть больше щель обязательно оставлять чтобы влагой выветривалась чтобы он там не варился и не жарился ну вот в принципе и все весь процесс я вам показал пробуйте получается очень вкусный чай всего хорошего до свидания